Мероприятие проходило под музыку военных лет. Имена военные песни объединили великую нацию и стали огромной, преобразующей силой, ведущей к победе. В фронтовых песнях есть и горечь отступления в первые месяцы войны, и радость возвращения домой. Поэтому на вечере памяти со сцены звучали только известные песни, которые создавались композиторами, специально для советских фильмов, спектаклей и больших концертов. Я сегодня исполняю две песни сольно и одну трио. Одна песня – это «Як истребитель» Высоцкого, вторая песня – «Там за туманами» группа Любе, и третья песня – песня фронтовых корреспондентов. Песня фронтовых корреспондентов считается одной из самых отчаянных песен времен Великой Отечественной войны. Ее написали Константин Симонов и Матвей Блантер. Специально к пьесе Симонова «Жди меня». Симонова «Жди меня» Военный ретро-вечер был душевным и немного грустным. Подрастающее поколение узнало много нового и интересного о песнях, которые были написаны много лет назад, а люди преклонного возраста тихонько подпевали и радовались мирному небу над головой. На земле нужен мир для всех – и для детей, и для взрослых. И нужно стремиться к этому, чтобы был везде мир, в любой стране. И дружить со всеми людьми. В мероприятиях активное участие принимали десногорские волонтеры. Юноши и девушки поддерживали исполнителя аплодисментами, а всех присутствующих своим неподдельным вниманием. Я считаю, что это необходимо, потому что сейчас растет поколение, которое весьма далеко от этого всего. Мне кажется, важно, чтобы они знали о том, что это было, и чтобы они, зная прошлое, не повторяли этих ошибок в будущем и старались предотвратить такие же события в будущем. После того, как прозвучала последняя песня, неравнодушные горожане отправились в храм Божьей Матери всех скорбящих радость, чтобы почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне и зажечь свечи. Собрались здесь в храме, чтобы помолиться, вспомнить всех тех, которые своим трудом, кровью, ценой жизни дали нам возможность сейчас жить, жить мирно и спасли наше Отечество. Затем дружной колонной жители города, волонтеры и юнормейцы направились к памятному знаку «Хлеб памяти», где из свечей выложили всего три, но таких глубоких и важных слова. Помним, молимся, скорбим! Акция «Памяти зажги свечу» завершила насыщенную программу вечера. Люди разошлись, а свечи еще долго горели. Освещая темноту, помним, молимся, скорбим! Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.